Евразийское экономическое сообщество, его интеграционный комитет и секретарят, который я возглавляю, в течение 2007-2008-2009 года занимался подготовкой договорно-правовой базы Таможенного союза. И в 2009 году был создан секретарят Таможенного союза, мы передали все материалы уже туда, чтобы они в 2009-2010 году вышли уже на финишную прямую. В 2009 году было принято решение о формировании единого экономического пространства. Единое экономическое пространство мы должны сформировать за 2010-2011 годы, базовые 17 документов соглашений, которые необходимы для начала эффективного продвижения договорно-правовой базы единого экономического пространства. Если Таможенный союз – это свобода движения товаров, то единое экономическое пространство плюс к этому – свобода движения услуг, труда и капитала. Поэтому в 2010 году мы по поручению глав государств совместно с правительствами сторон разрабатывали в течение одного года в очень напряженном режиме 17 базовых документов, касающихся всех сфер, по которым я уже сказал. Эти документы были в течение года подготовлены, но это очень тяжелая и напряженная работа была, прежде всего, у экспертов правительств сторон. Экспертами были только заместители министров и министры, поскольку в режиме одного года подготовить всю базовую договорно-правовую основу такого крупного интеграционного объединения, как ЕП, это практически очень сложно. Поэтому еженедельно проводили видеоконференции вице-премьеры и министры, и мы смогли в течение 2010 года все 17 документов подписать. После этого в 2011 году все эти документы ратифицированы были сторонами, и с 1 января 2012 года единое экономическое пространство приступило к своей работе. В это время главы государств еще в ноябре 2011 года приняли решение о создании Евразийской экономической комиссии, которая состоит из Совета комиссии, куда входят вице-премьеры, и коллегия, которая от каждой стороны представляет по три члена коллегии по различным направлениям. Поэтому коллегию, как вы знаете, возглавляет Христианка Виктор Борисович, и от Казахстана, Белоруссии и России работают там руководители, соответствующие членами коллегии. Мы эти документы, которые подготовили, и в 2011 году мы еще подготовили 8 договоров международных, и иных документов должны подготовить. Все это передали в этом году двумя партиями в феврале и в июне Евразийской экономической комиссии. Поэтому сейчас можно сказать, что Евразийская экономическая комиссия полностью поглотила проблемы и вопросы таможенного союза и единого экономического пространства. Все, что осталось за пределами этого, оно сохраняется за секретариатом и за органами и структурами Евразийской экономической комиссии. По этим вопросам у нас 5 стран, кроме России, Белоруссии и Казахстана, это Казахстан и Таджикистан, наблюдателями являются Армения, Молдова, Украина. По этим направлениям, социально-гуманитарным проблемам, по транспортно-коммуникационным проблемам, по энергетическому рынку, по межгосударственным целевым программам. А таких программ у нас более 15, и из них наиболее крупные могу назвать, это инновационные биотехнологии, которые мы реализуем с 2010 года. На реализацию этой программы выделено более 1 миллиарда российских рублей. Все наши страны участвуют в реализации этой программы. В течение 5 лет будет, благодаря этой программе, выработано более 56 новых продуктов, инновационных, которые на рынке будут востребованы не сегодня, а в будущем. Это в сфере медицины, в сфере биотехнологии, в сфере сельского хозяйства. Поэтому успешно мы 2 года прошли, 2011-2012 год, и думаю, что дальнейшая реализация этой программы – это первая крупная программа, которая разработана учеными всех наших пяти стран, которые занимаются именно инновациями. Вторая большая программа, которая стартует с будущего 2013 года – это рекультивация территории, подвержившейся уранодобывающим месторождениями, подвержившейся негативным воздействиям. Эта программа стоимостью 1 миллиард 200 миллионов рублей. Эту программу утвердили буквально в прошлом году. Российская Федерация выделяет 75% финансовых средств. Остальные средства – это средства Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. О чём речь идёт? Речь идёт о том, что в Кыргызстане, Таджикистане и в Казахстане есть огромное количество месторождений, которые в советское время разрабатывались и производили ураны, ураносодержащие металлы. Но они были законсервированы не по всей технологии. Естественно, хвостохранилища есть, различные инженерные сооружения. Таких 6 крупных месторождений в Кыргызстане и 4 крупных месторождения в Таджикистане. И вот для начала на двух месторождениях Кыргызстана наиболее крупных и на одном Таджикистане будет по полной современной технологии осуществлена рекультивация всех объектов, всех месторождений, всех хвостохранилищ. И эта программа рассчитана на 6 лет. И вот эти средства, которые направлены 1,2 млрд, это как раз реализация вот этой большой программы. Росатом, правительство России поддерживает её по просьбе Кыргызстана и Таджикистана. Также сейчас параллельно занимается и остальными месторождениями, которые остались в Кыргызстане и Таджикистане, с тем, чтобы эту проблему с точки зрения экологии закрыть.